Пьяный, но расторопный владелец ВАЗа устроил ДТП на Ипподромской и попытался скрыться. Новая высокоскоростная. Когда и где построят первый сибирский автобан? Скорби мы помним. В стране Международный день памяти погибших в ДТП. В начале выпуска традиционно расскажем об авариях за минувшие сутки. Владелец Форда не справился с управлением, когда ехал по Ипподромской на Писарево. Ниномарка вылетела с трассы и врезалась в металлический столб. Передняя часть машины полностью разбита. Автомобилист в больнице с отрясением головного мозга. 11-летняя девочка получила ушибы на пояснице в результате ДТП в Калининском районе города. Она переходила дорогу по правилам в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Автомобилист на «Шевроле Ланос» задормозить не успел. Пьяный водитель ВАЗа устроил ДТП на станционной, затем решил скрыться с места аварии, однако его задержали. Причем участники первого столкновения. Уже установлено ВАЗ направлялся в экспоцентр. Внезапно отечественная легковушка врезалась в заднюю часть Ниссана. От удара Блюберт отлетел в дорожный отбойник, а ВАЗ в межполосный разделитель. Шофер отечественной легковушки решил не останавливаться и только прибавил газу. Находчивый владелец Ниссана поймал попутку и пустился в погоню за нарушителем. Его удалось задержать только на улице Ягодинская. Подъехавшие инспекторы ГИБДД зафиксировали у владельца ВАЗа сильное алкогольное опьянение. Toyota и Land Cruiser столкнулись на Чуйском тракте. Молодая автомобилистка на машине Toyota East направлялась из Новосибирского Барнаул. Для обгона выехала навстречу, но не смогла вернуться в свою полосу и намарка врезалась в джип. Пассажирка легковушки получила сотрясение головного мозга и перелом носа. Автомобилист неправильно рассчитал дистанцию до попутки и намарка врезалась в автобус к Кинг-Лонг, который ехал из Искитима в Новосибирск. Сразу после столкновения Ниссан затормозить не успел, продолжил движение и врезался в световую опору, которая была установлена на встречной обочине. Водитель Блюберда и его пассажир попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Газели Toyota разбились в лобовом ДТП на родниках, пассажирка XIV госпитализирована. Владелец Газели заметил, как встречная иномарка петляет из стороны в сторону. Затормозил, но в этот момент Toyota сменила траекторию движения и врезалась в уже стоящий грузовичок. Оказалось, владелец иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения, водительских прав у него не было. Их отобрали еще в прошлом году за управление автомобилем под шофе. Сейчас мужчине грозит реальное лишение свободы и штраф до 300 тысяч рублей. 29-летний водитель Ипсума попал в больницу с небольшим ушибом в ручной стенке. Он двигался иномарке Патитова в сторону Серафимовича. Не успел затормозить перед ленд-крузером, который ехал в попутном направлении. Минтранс подготовил опрос для новосибирцев об изменении схемы движения пригородного транспорта. Речь идет о маршруте номер 314, который идет от усадьбы Марина до вокзала Новосибирск-Главный. Глава Минтранса Новосибирской области Анатолий Костылевский предложил перенести конечную остановку от вокзала к областной больнице. Движение Патитова станционно из Станиславского может претерпеть некоторые изменения. Зато маршрут этого автобуса будет более летабельным и сможет им воспользоваться наибольшее количество пассажиров. Оставить свой голос можно на официальном сайте регионального Минтранса. В будущем году дорожники закончат реконструкцию северного объезда в Новосибирске. При этом уже через несколько месяцев будет полностью восстановлено покрытие дорожного полотна у поселка Садовый. Дорогу в этом месте расширят от двух полос, между ними установят разделительные бетонные ограждения. Как только работы завершат, приступят к реконструкции шоссе в районе улицы Кедровой. Там нужно будет полностью переделать железнодорожный переезд. Более того, к 2019 году в Горге появится новая дорога, которая соединит Красный проспект и Северный обход. Она будет высокоскоростной. Далее в программе рубрика «Две беды». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 не исключение. На площади Ленина живое свидетельство трагедии. О том, что это значит, расскажет моя коллега. 2000 ДТП, 3000 раненых, 236 погибших. Это цифры только за этот год. В память о погибших масштабная акция на площади Ленина. Наша задача, чтобы не было таких человечков здесь, на главной площади нашего города. И для этого работают все, и органы исполнительной власти, и законодательные власти, и госинспекции, и полиции, и массовой информации, и дорожные организации. Поэтому все действия направлены на то, чтобы сократить количество погибших. Название флешмоба «Живая статистика» выбрано не случайно. В центре внимания 236 волонтеров. Число соответствует количеству погибших в ДТП Новосибирской области с начала этого года. На спецодежде добровольцев силуэты людей, тех, кто погиб в жутких столкновениях. Нам бы хотелось, чтобы был такой символ, знаете, фигуры. Вот вы видите здесь человечка, да, мы всегда этот символ используем в День памяти ЖРДТП. И ребята в таких белых костюмах, символ ушедших людей, погибших на дорогах, обезличенный символ, чтобы мы могли понимать, что на месте погибшего, если ничего не делать, может оказаться любой человек. К сожалению. Каждая вторая смертельная ДТП на трассах. Там меньше машин, соответственно, выше скорость. Лобовые столкновения самые чудовищные. Когда трагедия приближается со скоростью двух машин, шансов выжить практически нет. Из-за пьяных лихачей и безответственных шоферов сотни матерей ежегодно хоронят своих детей. И сотни несовершеннолетних остаются сиротами, когда погибают родители. От центра города до аэропорта за 9 минут. Теперь такое возможно, правда, не в Новосибирске, а в Колорадо. Американцы придумали концепцию высокоскоростного шоссе, по которому можно будет проехать на машине со скоростью 320 км в час. При этом сам автомобиль до такой скорости разгонять не придется. Эксперты делают специальные платформы, на которые будут заезжать иномарки, а в дорожное полотно будут встроены модули, которые и позволят перевозить транспортные средства из точки А в точку Б. Революционное шоссе соединит центральную часть города и аэропорт. Сейчас, чтобы доехать до аэровокзала без пробок, водителям приходится тратить примерно около часа времени. Макет нейромобиля для людей с ограниченными возможностями придумали российские автопроизводители. Машиной по задумке инженеров можно будет управлять силой мысли. На авто электрическая силовая установка, система нейроуправления и ассистирования. Иными словами, необычным автомобилем можно будет управлять с помощью сенсорного датчика. При этом ментальные команды для управления будет подавать человеческий мозг. Первая реальная модель нейромобиля будет представлена на выставке в Москве уже в декабре этого года. В комплекте идут батареи, их заряда хватит, чтобы проехать от 200 до 600 км. Масса машины примерно 400 кг, а мощность мотора 15 кВт. По предварительным данным, стоимость транспортного средства будет варьироваться от 500 тысяч до миллиона рублей. На этом все. Если вы стали свидетелем аварии, присылайте записи с телефонов или видеорегистраторов на почту, адрес которой указан внизу экрана. С вами была Анастасия Бойко. До встречи на канале ОТС. Будьте внимательны на железнодорожных переездах. Субтитры создавал DimaTorzok